Каждый день, как на пороховой бочке, жильцы дома номер 52 по улице Линейная уже 13 лет борются с коммунальщиками. Дом находится в низине и вся вода с окрестных территорий скапливается именно здесь. Ливневая канализация давно не спасает и требует полной замены. Дожди, грунтовые воды, порыв труб, все коммунальные и природные катаклизмы для горожан оборачиваются настоящей бедой. Первые этажи топят несколько раз в год. В квартирах и подъезде стоит вода. Мы только успеваем поднимать мебель, спасать. Вот диваны мы до сих пор как бы еще не помочили, спасаем всю эту технику. Ну а остальное, вот сами видите, все мокнет. Что нам приходится? Снимать все линолеум, сушить полы, соответственно. Кругом все ползет, плесень. Три дня назад в соседнем доме прорвало трубу. Как результат, двор политеиной 52 по колено в воде. Однако коммунальщики не торопятся ее откачивать или хотя бы просто перекрыть трубу, откуда строится ручей. Двор постепенно превращается в каток, а люди с ужасом думают о весне, когда лед начнет таять. Нам в 2012 году планируется включить в проект бюджета города, кургана, строительство ливневой системы нашего дома, ну, с врезкой существующую, но по Коле-Миготино, ну, мне кажется, по Коле-Миготино это и не существует ливневой канализации системы, так что чего нам ждать. Пол гниет, перегородки рушатся, в стенах образовались дыры. Дети болеют хроническими легочными заболеваниями. Всему виной постоянная сырость. Жители уверены, дом требует сноса, однако чиновники с ними не согласны. Жилье ветхим не признают. Тем летом нас затопило два раза за один месяц и все. Перестали двери закрываться вообще. Сейчас даже эту дверь вообще не снять, потому что если ее снимать, полностью косяк отпадет. Администрация города на последний запрос ответила положительно. Ливневую канализацию пообещали отремонтировать. Только вот поможет ли поверхностное латание дыр в серьезной жилищной проблеме? В этом жители дома не уверены. Юлия Васильева, Александр Менщиков, Сергей Обалмасов. Телекомпания «Регион-45».